В среду кассы стадиона «Текстильщик» буквально атаковали болельщики. Здесь состоялся матч 1-128 финала Кубка России. Покупая билеты, зрители еще не знали, что их ожидает одно из самых ярких и интересных футбольных противостояний. Соперник команды «Динамо» из Костромы является любительской и выступает на первенстве «Золотое кольцо». Болельщики, ожидавшие легкой победы над полупрофессионалами, ошибались. По сложившейся традиции счет был открыт уже на первых минутах матча. Так ивановцам помог забить гол игрок «Динамо». Мяч попал в штангу, а затем от защитника гостей отскочил в ворота. После этого во вратарскую Костромичей посыпалась одна атака за другой. Защита «Динамо» постоянно нервничала и допускала ошибки, но выгодные шансы забить упускали сами ивановцы. По ходу второго тайма вместе с погодой ухудшалось и настроение приехавших поддержать своих болельщиков «Динамо». Помощь гостям пришла откуда не ждали. Буквально за минуту до финального свистка судья назначил опасный штрафной у наших ворот. Удар «Динамовца» приняла на себя стенка. Анзор Саная, пытаясь защитить ворота, забил автогол. Первые дополнительные 15 минут прошли в спокойной борьбе. Чувствовалось, что ивановцев понемногу покидают силы. Зато игроки «Динамо», вдохновленные неожиданным шансом, все сильнее атаковали нашего голкипера. В конце второй 15-ти минутки, когда зрители уже предвкушали серию пенальти, Сергей Осадчук сумел протащить мяч в штрафную и навесил во воротарскую. Там Саная реабилитировался за инцидент со своими воротами. Итог встречи 2-1 в пользу хозяев поля. Главный тренер «Динамовцев» признался, что, несмотря на поражение, доволен игрой своих подопечных. К этому матчу они готовились серьезно. Могу сказать, что все видели, что мы не были мальчиками для битья. Команда была настроена достойно сыграть. Текстильщик. Могу так вам сказать, что я смотрел три игры. В Долгопрудном и две в Иваново. Мне очень понравилось. В принципе, каждого мы постарались разобрать. Кубковый сценарий для нас нервотрепка. Можно было все успокоить еще в первом тайме. И во втором. Видите, пенальти не забили, все перевернулось, затрясло. Хотя не должно. Не должно. Надо и такие матчи доводить до победы спокойно. И идти в раздевалку. Но, тем не менее, это заслуга, наверное, соперника, который сегодня, наверное, все силы свои отдал. За последние 20 дней для текстильщика это была уже шестая игра. Сейчас у ребят будет шанс передохнуть от турнирной нервотрепки и потренироваться. Следующий кубковый матч красно-черные проведут на выезде в подмосковных Химках. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.